Мамы и бабушки просили руководителя муниципального образования обратить внимание на дорожки, которые ведут к социальным объектам. Василий Швец обещал жителям населенных пунктов «Обязательно поможем, поможем в ближайшие недели». Прошло 10 дней. Приезжаем в Юровку. Популярная в народе дорожка по Садовой улице получила покрытие. Да, конечно, здесь идут в больницу, здесь идут в садик. В Юровке успела поработать комиссия, которая определила объем работ на берегах местной речки. Население давно мечтает увидеть в довольно мрачном водном капилляре комфортную для отдыха достопримечательность. Нужно укрепить берега, очистить от порослей и сделать вот здесь вот какие-то, как бы мостик сделать. Комиссия ЖКХ, администрация Анапы, выполняя поручения городоначальника, выезжала для принятия решения в хутор Чекон. Речь идет об улице Школьная. Специалисты составили смету. А в хуторе Вестник за 10 дней после приема удалось организовать освещение на улице Центральная. Линия в 900 метров и 15 фонарей. После встречи с исполняющим обязанности Швец Василия Александровича, эта проблема решилась буквально за неделю. Я очень рада и жители очень благодарны за то, что так все проблема решилась. Василий Швец получил от жителей округа много вопросов, которые касались безопасности дорожного движения. Спустя несколько дней все они были рассмотрены на заседании комиссии. Это ограничение скорости движения по улице Садовой, по пешеходному переходу в школу номер 10, хуторе Чекон. Там принято решение, поддержала комиссия, принято решение направить письмо в Министерство дорожного хозяйства в Краснодар. А вот на площади Дома культуры в хуторе Чекон комиссия решила движение сохранить, но с обеих сторон установить искусственные неровности. И еще один вопрос от жителей Веселая гора касался интенсивного движения по грунтовке. Решено, что от пыли и больших грузов население спасут дополнительные знаки тупик и временный перекоп дороги. Вадим Иванов, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.